Исторические расследования. Загадки и тайны вселенной. Новые научные технологии. Кто написал Библию? Кто такие гладиаторы? Что знала древняя медицина? И почему в будущих войнах не может быть победителей и побеждённых? Уникальная коллекция шедевров познавательного телевидения всего мира. Это событие изменило ход истории. И ничто не могло его предотвратить. 1066 год остаётся самой известной датой в английской истории. О причинах этих событий и о самих событиях рассказывают в особой манере. Это беспрецедентный случай успешной пропаганды. Для победителей в тот день открылась новая страница их истории. В Европе появилась новая сила. Что предвещало военные походы. И великие завоевания. Эти люди оказали глубокое влияние на историю Европы. И до сих пор остаётся загадкой, почему они бесследно исчезли во всех завоёванных ими землях. Битва при Гастингсе длилась очень долго. Возможно, дольше любого другого средневекового сражения. Вся Европа с ужасом взирала на эту битву, невиданную по своей жестокости. Большинство представителей аристократических и благородных семей были либо убиты в бою, либо попали в тюрьмы и были приговорены к смертной казни, либо бежали, оставив страну в руках свирепого диктатора. Вильгельм по прозвищу «Завоеватель» был выдающимся генералом. Ему были присущи холодный расчёт и способность принимать правильные решения. Пропаганда победителей представляла англо-саксонскую Англию отсталым государству, со святыми, о которых не слышали в Европе, с примитивной архитектурой и культурой. Англию воспринимали как своего рода страну Третьего мира, а её завоеватели были представлены спасителями. Карл Великий умер. Управляемая им Великая империя Каролингов распалась. И с падением Каролингской империи Европа погрузилась в хаос. Поскольку не нашлось человека, способного управлять этой огромной империей, она была поделена между тремя внуками её великого создателя. Западное королевство управлялось так называемым королём Франции. Но в действительности ему подчинялись лишь его собственные семейные земли. Тем не менее, формально он считался королём всей Франции и верховным правителем местных аристократов. В Европе и прежде всего во Франции окончательно сложилась феодальная пирамида власти. И король стоял на вершине этой пирамиды. Здесь, в Карнарбоне, спустя тысячу лет, мы всё ещё имеем возможность наблюдать некоторые традиции феодализма. Чарльз, принц Уэльский, я становлюсь твоим вассалом, душой и телом. Я клянусь служить тебе верой и правдой и готов по первому твоему приказу явиться к тебе на службу и готов умереть за тебя в любых обстоятельствах. Древний обряд присяги Сюзерену был восстановлен к радости большинства зрителей и негодованию немногих противников старых традиций. Принц торжественно присягнул на верность своему монарху с обещанием верности и военной помощи. В средневековой Европе такие клятвы были не пустым звуком. Монархия воистину обладала полубожественным статусом. Король получал власть над своими землями от Бога. Таким образом, король Франции имел неограниченную власть на своей земле. Однако эти условности мало что значили для жителей с языческого севера, Скандинавии, родины норманнов. Столетиями они наводили ужас на побережье Северной и Восточной Европы. Люди моря, опытные моряки и опасные враги. В раздробленной Европе никто не мог эффективно противостоять им. «Избавь нас, Господи, от гнева норманов!» Часто эти слова произносились в молитвах. Монастыри были беззащитны. Открытый со стороны моря, монастырь святого Михаила подвергался постоянным нападениям. Но даже расположенная вдали от моря аббатства Жумьеш, Блисруана, испытала ту же участь. Монахи, собрав немногие уцелевшие сокровища, бежали, бросив свой монастырь на разграбление. Предводитель норвежских викингов Роула был главным бедствием для этих земель. Он был настоящим великаном, бесстрашным и исключительно жестоким. Его принято считать первым норманом. И королю Франции пришлось заключить с ним необычный договор. Война с норманами была королю не по силам, и в 911 году было заключено соглашение. Роула и его преемники получали земли на побережье Нижней Сены, при условии, что они будут защищать местных жителей от других захватчиков, а сам Роула должен признать короля своим сюзереном и принести ему клятву верности. Так было образовано герцогство Нормандия. Было еще одно условие. Роула должен был принять христианство. Это было сущим пустяком. В Руанском кафедральном соборе с большой помпой предводитель викингов был обращен в новую веру. Он отпраздновал это событие весьма оригинальным способом – казнил несколько сотен пленных. Останки Роула были захоронены в Руанском соборе, месте, где покоится прах многих знаменитых правителей Франции. Он и его преемники были плохими христианами, зато оказались хорошими церковниками. Они решили восстановить разрушенные монастыри и сделать их еще более величественными. Архангел Михаил, вооруженный мечом, вскоре стал их главным святым. На восстановление монастыря было потрачено огромное количество средств и сил. Но, как это часто бывало, за внешней покорностью Нормана вскрывались политические мотивы. Постепенно предводители Роуна – Роула, его сын и внук – начали возвращать монастырям их исконные земли, и таким образом династия Роула заручилась поддержкой церкви. Для норманов это было исключительно важно, поскольку аббаты и епископы происходили из местной аристократии, и лишь с ее помощью Роула в итоге смог закрепиться на новой земле. Поэтому поддержка церкви была ему жизненно необходима. В норманнских хрониках преобладают две основные темы – помощь церкви и военные действия. Кто-то может увидеть в этом противоречие, но для норманов это было естественно. Скандинавы издревле славились своей военной мощью. Им были необходимы деньги на качественное вооружение, кольчуги, металлические шлемы и острые мечи. А также на лошадей, на которых они тратили целое состояние. Они знали, что без надлежащей военной основы сохранить контроль над новыми землями будет непросто. Знаменитые замки норманов идеально подходили для обороны. Строили их довольно быстро. Эти нехитрые сооружения выполняли несколько функций. Они защищали от врагов, служили базами для нападений, а также были административными центрами для контроля над местным населением. В новом тысячелетии Европа была охвачена религиозной лихорадкой. Коррупция среди представителей церкви стала повсеместной. Папство погрязло в скандалах. Первые призывы к реформам послышались из монастырей Франции, в том числе и нормандских. Монастырь Бек, когда-то разграбленный скандинавами, теперь восстанавливался их потомками, которые дали реформам необходимый импульс. Чистые, незатронутые коррупции монастыри словно магнит притягивали к себе выдающихся религиозных мыслителей Европы. В монастыре Бек появился Лан Франк, прирожденный итальянский реформатор и выдающийся наставник. При поддержке нормандских правителей он превратил свой малоизвестный провинциальный монастырь в величайший схоластический центр Европы. Многие его известные труды по сей день хранятся в монастырских библиотеках. Но сейчас лишь немногие посвященные изучают их. А в свое время в Бек стекались ученики со всей Европы. Наиболее известным из них был итальянец Ансельм Лучански. Позже он занял престол святого Петра и, будучи папой римским, стал великим реформатором. Его труды получили признание во всей христианской Европе. До появления университетов монастыри были средоточием интеллектуальных богатств, и Бек был среди лучших из них. Облик Нормандии изменился. Земля невежественных варваров превратилась в область, где значительные богатства служили на благо христианской науки, церкви, культуры и искусства. Спустя столетия после Роула нормандцы, так стали называть норманов во Франции, перестали походить на северных жителей. Они бросили пиратство и стали христианами. Они уже говорили не на скандинавском, а на французском языке. Они становились французами. Летописцы не уставали сочинять мифы об их славном прошлом, и на то были причины. Эти мифы создали новую нацию, которая всегда пользовалась особым расположением Господа. А затем у нации появился ее величайший предводитель, хотя первая половина его жизни не предвещала ничего великого. Герцог Роберт не смог устоять перед очарованием дочери местного фермера из Фалеза. Она родила ему внебрачного сына Вильгельма. Вернувшись из паломничества в Святую Землю, Роберт умер. Его сыну Вильгельму исполнилось тогда семь лет. Охраняемый союзниками отца и семьей матери, он пережил бесчисленные заговоры и покушения на свою жизнь. В годы юности Вильгельма многие претенденты на трон оспаривали его право на наследство. Наибольшим препятствием для Вильгельма был факт его незаконного рождения. Его мать была наложницей отца, они не состояли в браке. По этой причине его дяди пытались всеми способами помешать ему стать герцогом, но, к счастью, в результате усилий со стороны родственников матери, братья со стороны его отца не получили ни одного шанса лишить его право на наследство. Слишком рано для своего юного возраста Вильгельм научился решать любые проблемы. В совершенстве овладев мечом и научившись управлять кавалерией, он стал одним из величайших полководцев средневековой Европы. По-другому быть не могло. Могущественные противники осаждали границы Нормандии, а внутри этих границ влиятельные бароны устраивали кровавые междоусобицы. В возрасте 18 лет он уже командовал своей личной армией, причем весьма успешно. При поддержке французского короля он обрушился на мятежных баронов и сокрушил их. Биографы Вильгельма пишут о том, как герцог и король, не испугавшись силы своих врагов, обратили их в пыль. Уже тогда молодой Вильгельм проявлял жестокость, которой гордился бы сам Роула. Последовала серия сражений. Из всех сражений Вильгельм-завоеватель вышел победителем, и в глазах своих подданных он был непобедим. Его излюбленной военной тактикой было ложное отступление, после которого он атаковал ничего, не подозревавших врагов, и уничтожал их. Постепенно Вильгельм надежно обезопасил границы Нормандии от внешних агрессоров, среди которых был теперь его бывший союзник, король Франции. Но герцогство было ослаблено изнутри. Замок Кан олицетворял стремление Вильгельма поставить баронов на колени. Это был центр его власти. Утверждение его власти. Вильгельм не знал поражений в боях. Его стратегия была безупречной. И судьба в очередной раз наградила его. На этот раз женой Матильдой. Вильгельм тщательно выбирал невесту. Ею оказалась красивая молодая женщина, дочь герцога Фландерского. Но было одно препятствие. Церковь устанавливала жесткие правила касательно браков между родственниками. Вильгельм и Матильда состояли в слишком близком кровном родстве. Так считал папа. Но Рим забыл об этом, когда Вильгельм построил в Кане два грандиозных религиозных сооружения. Одним из них был величественный монастырь. Для Матильды, всегда мечтавшей о религиозном образе жизни, он стал родным домом. В то время Вильгельм даже не помышлял ни о чем подобном. Но его жена Матильда стала монахиней и провела свою жизнь в монастыре. Церковь, возведенная ее мужем, стала местом ее захоронения. Вильгельм, завоеватель, считается выдающимся воином. Он умел повлиять на ход сражения в самый критический момент. Это помогло ему выиграть битву при Гастингсе. Он также был прекрасным политиком и фактически создал такой важный центр, как Канн, объединив несколько деревень и построив там замок и два аббатства. Даже здесь он проявил свой талант стратега. В основе стратегии норманов всегда была идея территориальной экспансии. Целью Вильгельма стала Англия. В англосаксонской Англии проживало около двух миллионов англосаксов. Половина из них жила чуть лучше, чем рабы. Простые деревенские жители создавали материальную основу для жизни элиты. К элите принадлежали аристократы, создавшая эффективную государственную машину по управлению страной и сбору налогов. Именно благодаря высокому земельному налогу это королевство стало богатейшим в Европе. Это был лакомый кусочек для Вильгельма. Богатое, единое королевство по территории превышало нормандское герцогство в пять раз. Разве мог он устоять перед таким соблазном? Вильгельма привлекала в Англии то же самое, что и других скандинавов, соргшихся на остров ранее. В результате эффективного государственного управления любой английский король собирал максимальное количество налогов со своих подданных за короткое время. И ни в одной стране Западной Европы такой системы не существовало. Поэтому стремление Вильгельма занять трон объяснялось не столько стремлением получить королевский титул, но и возможностью хорошо погреть на этом руки. К тому времени англосаксы еще не определились с выбором наследника, хотя, согласно некоторым источникам, трон был обещан Вильгельму. И у него был веский аргумент занять его. Он был ближайшим родственником английского короля Эдуарда-исповедника, его двоюродным братом. Но занять трон было не так-то просто. Нашлись другие желающие, и они, как и сам Вильгельм, тоже были потомками викингов, и каждый из них стремился захватить Англию. 1066 год начался со смерти Эдуарда, совпавший с окончанием основного проекта его жизни, возведением Вестминстерского аббатства. Король Эдуард даже не подозревал, что единственной церемонией в этом аббатстве, в котором он примет участие, будут его собственные похороны. Он умер в конце января, и с ним умерла линия англосаксонских королей. Не теряя времени даром, зять Эдуарда, Гарольд Годвинсон провел в аббатстве церемонию собственной коронации. Он объявил себя королем Англии под именем Гарольд II. И он сразу заручился значительной поддержкой. Вся английская аристократия перешла на его сторону. Но это лишь подстегнуло его соперников к более решительным действиям. Первым среди них был Вильгельм, герцог Нормандский. Он утверждал, что Гарольд поклялся ему в верности, пообещав поддержать его притязание на престол. Эта чудовищная ложь помогла нормандцу заручиться поддержкой папского двора. Ночное появление кометы Хейли оказалось плохим предзнаменованием для Гарольда. Вильгельм готовился к битве. В порту Ди-Фсюр-Мэр Блискана собралась армия из 7 тысяч человек. Не все из них были нормандцами. Примерно пятая их часть пришла из соседних провинций Британии, Фландрии, Артуа и Пекардии. Вторжение было тщательно подготовлено. Для переправы на остров был построен специальный флот из 700 судов. Но даже имея в подчинении такую силу, Вильгельм не торопился. Неблагоприятные погодные условия и донесения шпионов сдерживали его. Он прекрасно знал, что из-за моря пришел один из самых сильных претендентов на трон – могущественный король Норвегии Гарольд Гадрада. Этот человек был способен голыми руками разорвать льва. Он был готов также поступить с королем Гарольдом. Несмотря на неминуемую угрозу с юга в лице Вильгельма, избежать боя с Гадрадой было нельзя. Две армии столкнулись в графстве Йоркшир. Сегодня в это трудно поверить, но 25 сентября 1066 года именно здесь на берегу реки Дервенд состоялось кровавое побоище. Гадрада был убит стрелой, попавшей ему в горло. Оставшись без своего предводителя, его армия упала духом. Из 300 кораблей норвежского флота назад вернулись лишь 24. Тем временем Вильгельм выжидал, пытаясь поднять боевой дух своей армии. 28 сентября Вильгельм выступил. Такой армады еще никто не видел. 7000 человек и 600 лошадей по 3 на каждого рыцаря. Корабль Вильгельма находился во главе флотилии и утром он первый прибыл к месту назначения в залив Певензи. Сойдя на берег, его войска возблагодарили Господа и двинулись дальше. Армия Вильгельма продвигалась вперед, наводя ужас на местных жителей. Как всегда, первыми жертвами стали невинные люди. Английскому королю Гарольду и его армии, едва оправившейся от битвы при Стамфорд-Бридж, предстояло пройти 400 километров обратно на юг. Он преодолел их за 12 дней. Ему угрожала самая мощная военная сила в Европе — нормандская армия, состоявшая из пехотинцев, лучников и кавалерии. Боевые кони нормандцев были особо примечательным явлением. Они были достаточно сильными, чтобы нести на себя закованного в доспехи рыцаря. И достаточно высокими, чтобы без труда подавить вражескую пехоту. Достаточно спокойными, чтобы не испугаться страшного шума битвы. Достаточно смелыми, чтобы сражаться, получив серьезные ранения. И достаточно яростными, чтобы не просто кусаться и легаться, а принимать активное участие в самом сражении. 14 октября в 9 часов утра близ Гастингса встретились две армии. Вильгельм неторопливо приближался к месту сражения, сопровождаемый своей кавалерией. Изнуренные войска Гарольда, прибывшие пешком, образовали стену из щитов. Вначале, благодаря лучникам, норманцы захватили инициативу. Началась самая масштабная битва в средневековой истории. Могучая нормандская кавалерия оказалась малоэффективной. Склоны холма были трудным препятствием даже для этих лошадей. Казалось, удача отвернулась от Вильгельма. Кавалерия нормандцев была лучшей в Европе, но войска Гарольда обладали собственным уникальным оружием. Дворочный боевой топор был предметом гордости английской армии. Одним ударом этого топора можно было убить не только наездника, но и лошадь под ним. Это было оружие сокрушительной силы. неожиданно неожиданно на поле боя пронесся слух о гибели Вильгельма. Первое действие этой драмы закончилось триумфом англичан. Павшие духом нормандцы были готовы отступить. И в этот момент Вильгельм, сменив лошадь, обратился к своей армии с призывом «С Божьей помощью мы одержим победу». Нормандцы считали его непобедимым. Воодушевленные своим предводителем нормандцы не прекращали попытки вновь и вновь перейти в наступление. Трижды лошадь Вильгельма падала под ним замертво и трижды ему приводили новую. Он знал, что все лошади находятся в прекрасной форме. Если посмотреть на это седло, можно увидеть, что оно имеет очень глубокую посадку, чтобы всадника было трудно вышибить из седла. И независимо от того, с какой стороны придется удар, он сохранит устойчивое положение на лошади. Нельзя не обратить внимание на исключительно длинные стремена, которые позволяли всаднику сохранять вертикальное, практически стоячее положение в седле, что давало ему полную свободу в использовании оружия. Нормандские рыцари использовали три разных приема владения копьем. Первый – это прямой колющий удар копьем, второй удар снизу, он был весьма эффективен против пехоты, и, разумеется, был еще прямой удар копьем, который позволял легко выбивать противника из седла. Это сражение было самым масштабным и долгим в истории Англии. Огромное преимущество нормандской кавалерии было сведено на нет. Все предсказывало победу англичан, пока Вильгельм не прибег к испытанной стратегии ложного отступления. Он приказал своим войскам начать обманный маневр. Это не было случайным решением. Нет, это была проверенная тактика. Вильгельм приказал рыцарям, лучникам и пехоте приблизиться к англичанам, отступить, заставив противника покинуть выгодные позиции, а затем, заманив его в долину, направить на него кавалерию и отрезать англичанам путь назад. Ослепленные предчувствием победы, тысячи англичан бросились в погоню за отступавшими нормандцами. Роковая ошибка. По команде Вильгельма нормандская кавалерия окружила беспорядочно бегущих англичан и перебила многих из них. Через восемь часов после начала сражения англичане потеряли свою победу. Принято считать, что на этой части Габелена изображен момент, когда Гарольд был убит попавший ему в глаз стрелой. Некоторые историки не соглашаются с этим. Это был не Гарольд. В действительности Гарольд это поверженный воин, которого зарубил нормандский рыцарь. Точно мы знаем лишь одно. Гарольд погиб. Согласно англо-саксонским хроникам, это был роковой день для Англии. Ужасная катастрофа для нашей прекрасной страны. Гарольд умер, и теперь у Англии был новый король и новое будущее. Вильгельм поклялся, что если Бог даст ему победу в этом сражении, в благодарность он построит аббатство на том самом месте, где погибнет Гарольд. Могила здесь. Аббатство там, построенное в религиозном экстазе от того, что Господь со времен Роула никогда не оставлял своих верных слуг нормандцев. На Рождество 1066 года в Вестминстерском аббатстве прошла церемония коронации Вильгельма, нового короля Англии. Снаружи порядок охраняли нормандские войска, на всякий случай. Обстановка была напряженной. Внутри церковь была заполнена английскими и нормандскими священнослужителями. Церемонию проводили на французском и английском языках, и когда корона опустилась на голову Вильгельма, по залу разнеслись крики радости и восторга. Стоявшие снаружи нормандские войска решили, что англичане выражают свое неодобрение новому королю, который имел все причины чувствовать себя неспокойно. В довершении всего в аббатство стал проникать дым от случайного пожара. Потушить пожар не удалось, дыма становилось все больше и находившиеся внутри люди начали спасаться бегством. Церемония превратилась в настоящий бедлам и лишь некоторые епископы и священники нашли в себе мужество завершить ритуал коронации. Не очень приятное начало для иностранца, решившего править Англией. А Англия тем временем застыла на рубеже двух эпох, неожиданно закончившейся и мрачно начавшейся. При Гастингсе было положено начало новому поколению английской аристократии. англо-саксонские хроники писали «Теперь Англия населена чужеземцами». События, последовавшие за битвой при Гастингсе, развивались с удивительной быстротой. В первые 20 лет своего правления Вильгельм покорил всю страну и построил около 500 крепостей. Большинство ключевых пунктов он превратил в хорошо укрепленные каменные города, например, Дувр. Отсюда он совершал походы против непокорных англичан, заставляя их подчиниться своей власти. Непокорные поселения сжигали, а их жители убивали для устрашения остальных. Для охраны столицы было начато строительство знаменитого лондонского Тауэра. Чужеземцы, как писали англо-саксонские хроники, пожирают богатство Англии и нет надежды, что когда-нибудь этому придет конец. Новое правление принесло и новые трудности. Нормандское завоевание изменило склад ума жителей британских островов. Если раньше британцы ощущали себя жителями севера, близкими по духу датчанам и норвежцам, то теперь они были вынуждены обратить свои взгляды на юг, на Лондон, на юго-восток Англии, Нормандию и, разумеется, на Францию. Мощные стены Рочестерского замка, которые мы видим сегодня, являются результатом работы нескольких поколений каменщиков, но начало им положил великий Вильгельм завоеватель. Юго-восток много значил для него. На примере Рочестера он показал, что любое сопротивление будет подавлено. Жители северной части Англии продолжали смотреть за море, на север, но им предстояло вскоре узнать своего нового правителя. Сперва, когда в 1068 году Вильгельм приехал на север, он не встретил никакого сопротивления. Однако наступивший январь принес известие о восстании северян, перебивших нормандский гарнизон вдарами. Реакция Вильгельма была вполне предсказуема. Вместе со своими рыцарями он уничтожал любую оппозицию, сжигал дома, отбирал пищу и домашний скот. Северные земли были опустошены. В результате начался голод, при котором большая часть населения Йоркшира умерла или покинула свои дома. англосаксонская аристократия была поставлена на колени в этот самый печальный момент правления Вильгельма. Йоркшир был разорен, но церковь, религиозный стержень севера, была сохранена. Нельзя было игнорировать этот религиозный институт, владевший шестой частью национального богатства. И решение Вильгельма оказалось гениально простым. Он заменил местных священников нормандскими. В Йорке место епископа было вакантно. Вильгельм восполнил этот пробел, назначив каноника из города Байо новым архиепископом. Это назначение стало первым шагом. Деятельность Вильгельма на севере вновь подтвердила положение о том, что нормандцы были плохими христианами, но прекрасными церковниками. События в дарами как нельзя лучше доказали это. Вильгельм потратил на постройку замков и монастырей целое состояние. Он привлек строительство нормандских архитекторов, мастеров своего своего дела. Старые англосаксонские церкви были снесены. Их заменили новые постройки нормандцев. Число крупных церквей, построенных до 1100 года, действительно впечатляет, и они остаются одной из главных особенностей правления Вильгельма завоевателя. Разрушение старых церковных зданий вскоре стало стандартом государственной политики. Победа при Гастингсе сделала Вильгельма владельцем всей английской земли. Он передал ее в управление своим нормандским союзникам, которые требовали награды за свою преданность. За 20 лет они поделили между собой почти все английские земли. Для поддержания порядка Вильгельм решил, что он должен знать обо всем, что происходит на территории подвластного ему государства. Так появилась книга страшного суда. Она помогла решить многие сложные вопросы. Прежде всего, вопросы связаны с пополнением сокровищницы. Каждый землевладелец попал в нее. Любопытно, что лишь два крупных арендатора королевской земли были по-прежнему англичанами. Англия полностью покорилась новым захватчикам. Когда Вильгельм объявил, что все имущество в Англии должно быть записано в две книги страшного суда, некоторые авторы отметили, что ни корова, ни свинья не остались незамеченными. Нормандцы хотели знать обо всем, поскольку теперь они стали хозяевами всего. Они считали и измеряли свое имущество, а их имуществом была вся территория Англии. Эта страна стала их новой родиной, где они собирались прожить всю жизнь. Не вызывает сомнений, что страна целиком и полностью стала принадлежать нормандцам, и лишь превратности дальнейшего развития государства не позволили нормандскому диалекту французского языка стать ее государственным языком. Нормандия по-прежнему оставалась родным домом для Вильгельма. Его нормандские сторонники имели обширные земельные владения по обе стороны Ла-Манша. Под властью Вильгельма оказались новые земли. Управлять ими было очень тяжело, и вновь он проявил свою мудрость и дальновидность. Вильгельм Завоеватель был уникален тем, что во многом полагался на женщин, особенно на свою жену, королеву Матильду, которая правила Нормандией, пока он был в Англии. Это был беспрецедентный случай, хотя до феминизма было еще далеко. Просто мудрая женщина случайно оказалась у власти. в стратегии политики. В церкви, разумеется, женщины особой роли не играли. Но в Кентерберри, как и в Йоркшире, Вильгельм проводил радикальные реформы. Он вознамерился полностью избавить церковь от англосаксонского влияния и назначил аббата Бека, великого учителя Ламфранка, новым архиепископом. Религиозная власть страны теперь оказалась в руках чужеземца. К 1096 году не осталось ни одного аббата или архиепископа английского происхождения, но кое-что оставалось неизменным. Лето приходит. Так звучат слова старейшей песни на английском языке. Обратите внимание, народная песня. Язык пережил все невзгоды. Язык сохранился благодаря простым людям, которые не обладали никаким реальным влиянием в своей стране. Простолюдины продолжали говорить по-английски, но этот язык подвергался бесконечным изменениям под влиянием чужеземной аристократии, все представители которой говорили по-французски. В Англию приходило не только лето. Считается, что с 1066 года в течение двух или трех столетий в английский язык пришло примерно 10-12 тысяч французских слов. И это при том, что словарный запас англичан насчитывал порядка 20-30 тысяч слов. Таким образом, английский язык обновился практически наполовину, и огромное количество привычных слов было навсегда утеряно. Французский язык навязывался силой, но старая языковая основа никуда не исчезла. Основа современного английского языка, так называемый старый английский, сохранился, несмотря ни на что, и до сих пор присутствует в современном английском. Тем не менее, в то время он, казалось, навсегда уступил позиции французскому языку. Французский заполонил все. Современные армейские термины «армия», «лучник», «солдаты», «гарнизон» и многие другие имеют французское происхождение. Надо было как-то общаться с властью. Такие слова, как «благородство», «двор» и «трон» также пришли из французского языка, и с этим приходилось считаться. Что касается судебной системы, то слова «арест», «тюрьма», «судья», «жюри» и другие тоже являются французскими, и так во всех сферах жизни. Англия была завоевана целиком и полностью. Захватчики подчинили себе не только всю страну, но и все ее институты. Но чужеземный король Вильгельм был лишь герцогом на своей земле. Власть во Франции принадлежала французскому королю. Церковь официально одобряла и поддерживала любого короля во всем христианском мире. Их право на власть было священно, и все титулы Вильгельма в Нормандии граф, герцог, маркиз были пожалованы вышестоящим правителем, королем. Династия французских королей напоминала всем, включая и самого Вильгельма, что есть королевство Франции, частью которого являлась Нормандия. Но какое влияние имел в Нормандии король? Влияние короля было незначительно, а в действительности оно распространялось лишь на часть Франции. Он имел весьма скромную армию, и Париж от Нормандии отделяла совсем незначительная территория. В любой момент нормандцы могли напасть на него. Король Англии и герцог Нормандии Вильгельм регулярно пересекал пролив, следя за своими владениями по обе стороны Ла-Манша. Во время подавления восстания на нормандской границе он тяжело заболел в результате чрезмерного потребления мяса и рыбы. Вскоре стало ясно, что поправиться он не сможет. Его тучное тело с трудом втиснули в саркофаг в одном из монастырей в Кане. Это было странным поступком. Саркофаг был слишком мал. Тело быстро разлагалось, заполняя церковь отвратительным зловонием. Похороны великого короля были самым страшным унижением в его жизни. За последующие столетия его могилу не однажды грабили. Теперь от нее осталась лишь мраморная плита. А под ней, незамеченная грабителями, лежала лишь бедренная кость. На русский язык фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Русский репортаж Набожные, кающиеся и преданные и преданные. Каждый год тысячи ирландцев совершают паломничество в горе Святого Патрика. Средневековая Европа была переполнена подобными странниками, которых привлекали святые мощи, кусочки костей, спрятанные под дорогими украшениями. священные священные шкатулки с обломками истинного креста, кусочками дерева со стола последней трапезы или чудесным образом сохранившимся венком Христа. Средневековое общество почитало их. Рим, место погребения святых Петра и Павла, притягивало паломников со всего христианского мира. Здесь они всегда услышат историю о страдании Христа, увидят раннехристианские святыни, преклонят колени и воздадут хвалу сыну плотника как своему Господу. Некоторым повезет добраться до самого священного города Иерусалима. Среди них верующие и искатели приключений, потомки язычников с далекого севера, о великой победе при Гастингсе знают многие. Но мало кто слышал о великих завоеваниях на юге. Норманы. Эту историю стоит услышать. Она повлияла на жизни миллионов людей и изменила историю всей Европы. королевство под солнцем. Наступило новое тысячелетие и с ним относительный мир в Европе. Давно ожидаемый апокалипсис не состоялся. Европейцы были настроены оптимистично. Несмотря на политическую раздробленность, в религиозном плане Европа была единой. Она шла под одним крестом, под одной церковью. И главой этой церкви был один человек. Папа. Столетия подряд папа считался наместником Христа. Но короли и императоры также имели божественное право повелевать. Равновесие всегда склонялось в сторону мирских сил. И папство оказалось лишь орудием в играх итальянских политиков. Наместником престола святого Петра становился тот, кто больше заплатит. Это был век шлюх. Но все меняется. Новое поколение пап изменило расстановку сил в Европе. И добились они этого при поддержке норманов. Верные христианству еще со времен Великого Ролла норманы были страстными паломниками. Они совершали длительные путешествия в Святую Землю. На полпути в Италии они сходили с корабля и проделывали длинный путь к горе Монте-Гаргано, чтобы посетить храм Архангела Михаила. Он был покровителем воинов и покровителем их великого аббатства в родной Нормандии. Идеальный покровитель жестоких людей, нуждавшихся в одобрении церкви. Норманны ни перед кем не вставали на колени. Здесь они делали это, чтобы получить хлеб и вино. Преданные слуги церкви они играли ключевую роль в ее делах. В Южной Италии в первом тысячелетии существовало множество различных культур. Это был перекресток греческой и римской цивилизаций, византийского востока и католического запада, европейского севера и арабского юга. Нельзя забывать, что завоевание Южной Италии и Сицилии сильно отличалось от прочих завоеваний норманнов. Завоевание Англии нормандцами проходило под началом герцога и поэтому по сути является противостоянием двух политических систем. История покорения Южной Италии это история рыцарей и путешественников, которые вмешались в международный политический конфликт, в борьбу между папами и германскими императорами. Следует учесть исключительное влияние папы, присутствие византийцев и ломбардцев, а также конфликт среди мусульманских правителей Сицилии. Италия находилась в состоянии хаоса. Север и юго-восток страны были под властью византийской церкви. А папа обосновался посередине полуострова. Мусульмане правили Сицилией, все остальные области погрязли в междоусобных войнах. Но страну ждали перемены. Римская церковь Куатро Коронатти дает графическое представление истории. На свет всплыл старый документ, касающийся императора Константина Великого и папства. Папа чудесным образом исцелил его от смертельной болезни. Награда была быстрой и щедрой. Константин подарил папе всю Римскую область. Старинный документ был преподнесен как законное право папы на наследство. В 15 веке документ был признан подделкой, выдающейся подделкой. Именно в этом контексте событий появились норманы. ломбард византийцы и местные бароны постоянно вели между собой мелкие войны. Италия была погружена в хаос. Теоретически она принадлежала византийской империи, но византийских гарнизонов было слишком мало, чтобы поддерживать порядок. И поэтому в 1015 году молодой ломбардец подошел в храме Монте Сантанджело к группе нормандцев и сказал, если бы у меня была сотня ваших ребят на лошадях, мы бы в два счета прогнали греков. Землю можете забрать себе, там ее много, да и дома будут в вашем распоряжении. Это звучало так заманчиво, что нормандцы долго не колебались. Одним из первых нормандцев, взявших инициативу в свои руки, был Райнульф Дренгот. Он понял, что если он и его рыцари отправятся в Южную Италию, они будут щедро вознаграждены. Феодальное владение Аверса стало первой наградой Райнульфа. Сегодня это маленький городок, но в то время он был важным стратегическим объектом, а для норманов он стал первой базой в Италии. Слава об их успехе быстро распространилась в Нормандии. Южной Италии угрожал захват. Вскоре за Райнульфом последовали остальные. Среди них были сыновья скромного рыцаря из этого скромного городка в Северной Нормандии. Готвиль. Танкред Готвильский был бедным рыцарем, имевшим скромное владение около Шербурга. У него была огромная семья, 12 сыновей, не говоря уже о дочерях, и, разумеется, никакого имущества. ему ничего не оставалось, как отправить своих желторотых отпрысков на поиски приключений. И они отправились. Они обосновались в городе Мелфи и, быстро построив себе замок, превратились в суровых правителей. По сути, все они были обычными наемниками, и готовы были служить тому, кто больше заплатит. Но один из них показал себя с другой стороны. Ему было мало скромного владения в Мелфи. Он приметил кусок пожирнее. Его звали Роберт Гискар или Коварный. Он показал себя превосходным вождем. Я считаю, что он был величайшим полководцем, стоявшим в одном ряду с Юлием Цезарем и Наполеоном. И если бы он случайно не умер от брюшного тифа, как это произошло во время похода против Византийской империи, он бы мог с легкостью завоевать Константинополь, и тогда вся история Европы и христианства выглядела бы совсем по-другому. Хорошо продуманный план Роберта Гискара предусматривал поддержание постоянной разобщенности и вражды. Он представлял силу, с которой приходилось считаться. И вновь удача широко улыбнулась нормандцам. Военная машина нормандцев продвигалась на север, и все Амальфийское побережье оказалось под угрозой. Архиепископ, как и многие до него, обратился к Всевышнему с просьбой оградить себя и свою паству от ярости нормандов. Но Всевышний и его святые хранили молчание. Чтобы защитить свои земли, ему пришлось взяться за оружие. Его люди были пародией на армию, плохо вооруженные, плохо обученные, а на него надвигались норманды. Исход боя был очевиден. Когда известия о походах Гискара достигли Рима, папа Лев IX обвинил его в оскорблении Христа, Церкви и всего папства, он решил создать Священный Союз. Отношения между папой и норманами были очень сложными, поскольку последние изначально представляли собой угрозу для папской власти. Церковные источники Южной Италии называли их в то время «чертовыми норманами». Папа объявил Священную войну, рассчитывая по крайней мере на помощь Всевышнего. Но он забыл, что Бог всегда был на стороне норманов. Хотя норманов одолевали сомнения по поводу возможности нападения на наместника Христа, они начали поход против Папы. Из-за толстых крепостных стен папа наблюдал, как нормандские рыцари изрубили его армию в куски. Поле битвы было усеяно телами мертвых и раненых солдат папской армии. К рассвету у папы не осталось ни армии, ни союзников. Но тут неожиданно, испытывая нестерпимые муки совести, норманды опустились на колени и попросили у папы прощения. Униженный и побежденный папа понял, что ему необходимо как-то договориться с норманами. Чтобы реализовать свои политические цели в Южной Италии, папе были нужны союзники и желательно вооруженные. С огромной неохотой папа обратился к норманам. Став правой рукой самого папы они были готовы помочь ему подчинить всю Южную Италию. В процессе долгих переговоров с Робертом Гискером папу попросили осветить нормандскую церковь в Венозе. Он быстро понял, что в сделках с норманами всегда приходится платить. Тем не менее, норманны относились к папе с уважением и освященная им церковь стала мавзолеем для первых членов династии Готвилля. Папство в Южной Италии предпочитало принца разделяя властвуй. Южная Италия всегда была пристанищем разных народов греки, лангобарды, а с начала 11 века еще и норманны. Южная Италия как бы состояла из трех отдельных областей. Это были Сицилия, Калабрия и Апулия. И в интересах папы было натравливать их друг на друга. После прихода норманов он хотел продолжить эту политику, но они помешали осуществлению его планов и объединили Южную Италию, что поставило папу весьма в невыгодное положение. Но все его попытки снизить влияние норманов ни разу не увенчались успехом. В Мелфи папа заплатил самую высокую цену за помощь северян, когда наделил Роберта титулами герцога Апулии и Калабрии в Южной Италии и титулом герцога Сицилии под покровительством Святого Петра. Теперь бывшие враги папы стали его главными защитниками. И папа быстро осознал, что его надежды на освобождение Южной Италии от византийского влияния становятся реальностью. Большинство южно-итальянских земель превратились в наследственные герцогства, в основном греческие по языку и образу жизни. На самом деле папа отдал норманам земли, которые ему не принадлежали. Греческая ортодоксальная церковь правилась здесь. Эти земли находились под покровительством патриарха Константинополя. Норманы вторглись в его владение и они захватили его земли. Каждое известие об успехах норманов приводило его в ярость. На Сицилии дела обстояли по-другому. Им было поручено завоевание Сицилии. Более того, они были удостоены чести стать официальными представителями папы на острове. В этой мусульманской стране, которую им еще только предстояло покорить, норманы могли назначать своих аббатов и епископов, это давало им серьезные преимущества и норманы воспользовались им. Поэтому они получили власть не только в политической и военной областях, но и также и в области религии. Остров погрузился в хаос. Гражданская война между греками и арабами расколола страну. Анархия ослабляла потенциально прибыльную экономику. В этой обстановке норманы приступили к следующему этапу покорения юга. Сицилия была пределом мечтаний для норманов. Это была богатая, плодородная земля. За два столетия мусульманского правления она стала процветающим краем, где выращивали сахарный тростник, шафран, хлопок и, главное, пшеницу. Сицилия превзошла все ожидания и стала воплощением мечтаний молодых норманов, создававших свое будущее. Постепенно они стали забывать свою родину во Франции. Пьяца Армирина находится в сердце Сицилии. Каждый год гордые сицилийцы устраивают здесь праздник. Они отмечают приход норманов и установление над островом покровительства папы. Норманы победили исключительно благодаря военной силе. Но был и еще один фактор – полная уверенность в поддержке Всевышнего. Когда Роджер, младший брат Роберта, осадил Палермо, Сицилия была покорена. Но не было ни грабежей, ни пожаров, ни насилия. Роджер показал себя весьма жестоким воителем в прошлом. Но сейчас он предпочитал действовать как расчетливый и удачный дипломат. Продемонстрировав несвойственное норманам поведение, он предложил арабам приемлемые условия сдачи. Роджер совершил выдающийся поступок. И, как мне кажется, он первым осознал, что норманов на Сицилии мало. В то время Сицилия была населена арабами и греками. Он понял, что единственный способ управлять этой землей – привлечь тех и других на свою сторону. Он не собирался завоевывать их, нет, для этого в его распоряжении было слишком мало солдат. У него было необычное видение ситуации. Для 11 века он был выдающимся человеком. Он собирался объединить три разных народа, три религии и три языка, чтобы заставить их действовать на благо этого маленького острова. Мусульмане и греки в Палермо избежали кровавой участи, до этого постигавшей все культурные центры Средиземноморья. Набожные католики Роберт и Роджер при этом терпимо относились к другим религиям. Разумеется, папа не мог одобрить такой поворот событий. Он хотел держать все в своих руках. Жители Сицилии, заявил Роджер, могут почитать Христа в удобной для них форме. А арабы открыто поклонялись Аллаху, так, как считали нужным. Для средневекового мира это была неслыханная религиозная свобода. Но в других частях Южной Италии все обстояло не так гладко. Роберт завершал свою работу по колено в крови. Бари, последний оплот Византии, решил попытать счастье в бою. Они готовы были умереть за свою свободу. Норманы были несокрушимы. Они не брали в плен. Бари стал символом окончания византийского правления в Италии, о чем свидетельствует этот кафедральный собор. Окрыленный успехами норманов, папа отправил делегацию в Константинополь с объявлением своего права на земли Италии и паству этой страны. События развивались от плохого к худшему, когда один из папских легатов отлучил от церкви византийского патриарха. Тот, в свою очередь, отлучил папу. В христианском мире образовалась огромная пропасть. Она существует и по сей день. Этот собор олицетворяет собой признание долга папы перед норманами. Они были его наемниками. Их методы зачастую были антихристианскими, но они вернули Южную Италию под власть папы. Начиная седьмого века арабский мир стал решительно наступать на своих христианских соседей. Откровения пророка Мухаммеда завладели умами и сердцами арабов. Один за другим великие христианские города отрекались от Христа и принимали новую веру. И пока христианские лидеры с пеной урта спорили об истинной природе Христа, пока они расставляли и стирали точки над И, ислам неконтролируемо распространялся. Пал священный город Иерусалим. Это в равной степени угнетало как иудеев, так и христиан. На его стенах нет изображения Аллаха и пророка Мухаммеда, но он и без того величественен. Каким образом папство вместе с верными нормандцами собиралось противостоять последователям Мухаммеда? Мечты о власти завладели умами пап, и они хотели править и на востоке, и на западе. Среди них был кардинал, архидиакон и монах Гильдебранд. В 1073 году он был избран папой Григорием VII. В латеранской церкви хранятся останки Петра и Павла, образ которых вдохновил Григория VII на реформацию церкви. Его вдохновение выразилось в виде списка из 27 пунктов, известного как диктат Папы. Никто не смеет судить Папу. Римская церковь никогда не ошибалась и никогда не ошибется до скончания времен. Только Папа может назначать и снимать с должности епископов. Только он один может издавать новые законы, вводить новые должности и упразднять старые. Только Папе дозволено созывать конклав и издавать новые канонические законы. Он может низложить императора. Он может освобождать подданных от их клятв. все правители должны целовать его ногу. Положение этого списка бросали прямой вызов германскому императору. Это произошло в 1076 году. Германский император Генрих IV бросил вызов папе, назначив ряд епископов и архиепископов в аббатствах Германии Северной Италии. Когда папа стал возражать, Генрих IV объявил его лжемонахом и отказался признавать его власть. Ответ Григория VII не заставил себя долго ждать. «Я запрещаю Генриху IV править Германией и Италией. Я освобождаю всех христиан от любых клятв, принесенных ему, и я навеки предаю его анафеме». Заявление папы дало врагам Генриха IV повод напасть на него. Чтобы спасти трон, он бежал сюда, в замок Коноса в Центральной Италии. Папа заставил его ждать на улице. Наконец он появился и заставил Генриха в знак унижения поцеловать его с тремя, прежде чем принял его раскаяние. Действительно ли папа был так всемогущ? Униженный и оскорбленный Генрих вынашивал планы мести. Шесть лет спустя он осадил Рим, захватил Григория VII и заточил его в замке Сант-Анджело. Запертый в комнате замка, папа остался без всякой поддержки. Многие считали, что Григорий VII зашел слишком далеко и церковные реформы быстро предали забвению. И папа призвал норманов. Они были его единственной надеждой. в знак мести тем, кто предал папу на своем пути в триумфальном марше к Риму и обратно норманы уничтожили все. Четверть города предали огню. Римляне никогда не простят ни Григория VII ни норманов. Незложенный папа провел остаток своих дней в ссылке на нормандской территории в Салерно. Многие были рады, что папа покинул Рим и фактически оказался под домашним арестом у норманов. Непокорный и уверенный в своей правоте, он провозгласил «Я любил добродетель и ненавидел беззаконие, поэтому я умираю в ссылке». Его тело не было захоронено в соборе святого Петра в Риме. Останки Григория находятся в кафедральном соборе святого Матфея в Салерно. и даже после смерти его охраняет Роберт Гискар. А в Риме, находившемся в подчинении у императора и его сторонников, был избран новый наместник престола святого Петра, Церковная реформа была приостановлена, но не до конца, хотя Григорий VII был побежден, но дух его продолжал бороться. Взгляды Папы Урбана II совпадали со взглядами Григория VII, но для него главной задачей было освобождение Святой Земли от неверных. Здесь, у городских стен Клермона во Франции, он благословил первый крестовый поход. Сегодня эта кровавая история стала красочным преданием. Крестовые походы, антихристианские по сути, давали повод для быстрого обогащения. Многие историки полагают, что в ранние крестовые походы отправлялись прежде всего солдаты удачи, наемники, жаждавшие славы и богатства. Вечные странники норманы со всех концов Европы были среди первых участников крестовых походов. Норманы придали крестовым походам мощный заряд энергии. Они же в основном ответственны за возникновение на Востоке устойчивого чувства недоверия к выходцам с Запада. Они повинны во многих недоразумениях между Востоком и Западом, появившимся в ходе крестовых походов. В крестовые походы отправлялись разные люди по разным причинам. Многие из них внесли не только личный, но и финансовый вклад. Разумеется, огромную роль сыграл религиозный призыв Урбана II к освобождению креста. После тяжелого марш-броска 15 июля 1099 года рыцари начали осаду города Иерусалим. Разумеется, норманы первыми шли под знаменами крестоносцев. В Иерусалиме крестовый поход достиг своего апогея. получив знак с небес видение и поддержку со стороны норманов, крестоносцы были обречены на успех. «Рыцарь». Рыцарь, с гордостью несшие свой священный крест, силой прокладывали себе путь по городским улицам. Солдаты Христа вошли в церковь гроба Господня по колено в крови. Плача от радости, они увидели могилу Христа, знак воскрешения их Спасителя. И они воздали благодарность Господу. Папа Урбан обещал прощение грехов всем, кто примет участие в освобождении гроба Господня, а тех, кто пал в битве, возводили в ранг святых мучеников. Западные историки стремятся показать религиозную значимость крестовых походов и радужную картину избавления Иерусалима от неверных. Недавно найденные современные мусульманские источники рассказывают совсем другую историю крестовых походов. Как бы то ни было, кровавая книга была написана, и по сей день в нее добавляются новые главы. Пока нормандские рыцари освобождали Иерусалим, расстановка сил на юге Италии начала меняться. Теперь она была сосредоточена в руках Роджера Второго. Будучи набожным католиком, он, однако, не принимал участия в крестовом походе. Воины, пусть даже священные, его не привлекали. Он изучал любые искусства, кроме военного. Он был южанином, но, помимо этого, он имел тягу к востоку и арабскому миру. Из отсталой окраины нормандского мира Сицилия превратилась в самую яркую жемчужину нормандской короны. В июне на улице Палермо выходили толпы сицилийцев и возносили хвалу покровительнице их острова, святой Розалии. Но эти ежегодные торжества были не просто праздником католической веры. Розалия была родственницей Роджера Второго, и для него подобные торжества были символом его власти над Сицилией. Здесь Роджер разрабатывал далеко идущие планы. Он стал строителем удивительных памятников, увековечивших эпоху нормандского правления в Сицилии. При Роджере был построен этот величественный собор, который отразил все грани его необычной натуры – восточную, греческую и католическую. Роджер на Рождество 1130 года Роджер был объявлен королем Сицилии. Ликующая толпа снаружи с нетерпением ждала, когда его провозгласят королем. Роджер считал, что его короновал сам Христос. Флаг династии Готвиль взлетел до самых небес. С этого момента необходимость применения силовых мер исчезла. Король Роджер II не был воином. Он никогда не участвовал в сражениях, как его братья или дяди, или его отец. Он никогда не руководил армией на поле боя. Он был вполне миролюбивым человеком, высоко образованным. А когда отношения с соседями принимали крутой оборот, он всегда предпочитал решать возникавшие разногласия дипломатическим путем. Разумеется, дипломатия всегда подразумевала огромные взятки, но он был очень богат, настолько, что мог покупать и продавать людей. Однако, с гораздо большим удовольствием, он тратил деньги на строительство храмов в честь нормандского правления. Став королем, Роджер осознал, что его новое положение ему очень нравится. В королевском дворце в Палермо мало что напоминает о прежнем сарацинском убранстве здания. На первом этаже под личным контролем Роджера была построена палатинская часовня. Украшенная инкрустированными панелями, искусными рисунками и причудливыми мозаиками, молельня буквально сияет золотом. Нигде в Южной Италии достижения Нормандского королевства не были представлены в столь наглядной форме. Латинские, византийские и исламские традиции были гармонично воплощены в этом произведении искусства. Роджер II был совсем не похож на привычного нам Нормана. Его мать была итальянкой, поэтому он был очень смуглым, почти темным. Он не был похож на блондина-викинга. Поскольку он родился и вырос в Сицилии, он прекрасно говорил на латыни, французском, греческом и арабском. Он говорил на всех языках своей страны, и все они были официальными языками при его дворе. Он укрепил Сицилию. Теперь этот остров идеально подходил для успешной торговли. Он был расположен в центре Средиземного моря, ровно посередине между югом и севером, западом и востоком. Рынки полярма ломились от обилия товаров. Дела шли исключительно хорошо, и вскоре Роджер так разбогател, что занялся созданием собственного двора. В первую очередь он созвал мудрецов и ученых со всего христианского мира. Если вам был нужен английский ученый, его всегда можно было отыскать при дворе Роджера Второго, а чтобы изучать греческий, вы могли отправиться либо в Константинополь, либо в Палермо. Если вы хотели изучать арабский, вы могли отправиться в Кордову или же в Палермо. Если хотели выучить оба, тогда только в Палермо. Этот город стал средоточием культуры и процветающей экономики. Пока все остальные погрязли в сражениях с неверными, Роджер приютил у себя сразу все религии. Однажды во время землетрясения Роджер заметил, что его пажи и любовница молятся Аллаху. Он сказал, пусть каждый из вас молится своему Богу, пусть тот, кто верует, впустит Господа в свое сердце. Но дело не ограничилось только религиозной свободой. Был еще один аспект мирного сосуществования мусульман и христиан при королевском дворе Роджера. Королевский двор это место, где не только политики и военные, но и мыслители зачастую были мусульманами и при том очень высокого уровня. Взять хотя бы Али Дриши, который был картографом при дворе Роджера. В свое время он издал работу под названием «Описание мира», большую часть которой он посвятил подробному описанию правления Роджера. Помимо этого он также составил карту мира, каким он знал его на тот момент. Кроме того, он изготовил глобус из чистого золота. Однако Али Дриши был лишь одним из интеллектуалов мусульманского происхождения и далеко не единственным представителем мусульманской культуры при нормандском дворе короля Роджера Второго. Из всех ученых при своем дворе больше других Роджер почитал именно Али Дриши. Вершиной его трудов стали подробные карты Средневековья. Прекрасно иллюстрированные они были невероятно точными. Находясь на стыке трех континентов, Сицилия как нельзя лучше подходила для деятельности Али Дриши. В людных портах Палермо служащие при дворе опрашивали всех прибывающих в страну людей. Они записывали все, что путешественники могли рассказать им о других странах. Королевский двор Роджера состоял из людей науки и искусства, политиков и философов. И славу двору Роджера принесли не только его архитекторы. Таким образом, на Сицилии три великих нации собрались вместе. Они сотрудничали, слаженно работали, добиваясь потрясающих результатов. При этом в любом другом месте они были готовы вцепиться друг другу в горло. В результате крестовых походов произошел глобальный раскол между западной и восточной религиями, между католической и православной церквями. Везде все происходило неправильно, за исключением этого маленького острова, находившегося в центре событий, где все жили в мире и согласии и занимались интеллектуальным трудом. Терпимость Роджера в Сицилии была ярким примером того, чего при желании можно было достичь. К сожалению, 26 февраля 1154 года Роджер умер. Он умер без страданий, и его тело было захоронено здесь, в построенном им кафедральном соборе в Палермо. На его мече были выгравированы слова «Апулийцы, сицилийцы и африканцы подчиняются моей воле». От своего отца Роджер получил герцогство. Своему сыну он передал королевство. Сын и внук Роджера оба носили имя Вильгельм, и они продолжили политику Роджера Второго. Этот кафедральный собор, возведенный Вильгельмом Вторым, был построен под влиянием его деда. В нем сочетались греческие и арабские мотивы. Это было прекрасным приношением Деве Марии. Замысловатый вырезанный из дерева крыша базилики арабской работы, обрамленная мозаикой византийцев, напоминает королевский дворец в Палермо. Удивительно, но как только Вильгельм унаследовал огромные богатства, великая династия Готвель словно лишилась жизненной силы. Мы не станем обвинять в этом самого Вильгельма. Бывают ситуации, где виновных искать неуместно. Но тем не менее династии пришел конец. Вильгельм был бездетным, однако он также совершил одну важную политическую ошибку, выдав свою тетю Констанцию за Генриха Гогенштауфена. Вильгельм бездетный Вильгельм умер, вместе с ним погибли идеалы королевства, созданного Роджером Вторым. Политически королевство выжило, но оно потеряло искру жизни. Кто должен был унаследовать корону? Муж Констанции Генрих давно заглядывался на Сицилийское королевство и объявил его своей собственностью. И в этот же год он получил еще более громкий титул, титул римского императора. В Рождество 1190 94-го года в Кафедральном соборе Палермо Генрих стал королем Сицилии. Стало очевидно, что Сицилия будет поглощена гигантской германской империей. В тот день на коронации не присутствовала наследница Констанция. На то у нее были веские причины. Она рожала ребенка. Через несколько дней она бежала со своим сыном Фридрихом, которому предстояло стать великим императором Германской империи. В фамильном склепе в Палермо рядом стоят четыре саркофага. Роджер II, архитектор Нормандского королевства. Констанция, его дочь, которая позже предала свою родную землю. Ее муж Генрих, при котором Сицилия оказалась под германским правлением. И, наконец, их сын Фридрих, великий римский император, у которого была совсем другая история. История норманов в Сицилии закончилась. Норманы, какими их знала история, окончательно исчезли с лица земли. На русский язык фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». «Русский Субтитры создавал DimaTorzok Современная церемония открытия заседания парламента – наследие викторианской эпохи, но корни ее уходят в феодальную эру. Субтитры создавал DimaTorzok И великий герой средневековья Ричард Львиное Сердце, воплощение смелости и отваги. Защитник Христа, верный друг английского народа. Однако он воспринимал Англию лишь как источник средств для своих авантюрных планов. За 10 лет правления он не провел в Англии и полугода. Он даже не говорил по-английски. В истории любой нации мифы всегда играли важную роль. Они создавали эту историю. История меняется в зависимости от текущих потребностей государства. Правда, истории редко идут вместе. Ведь нации состоят из людей, и люди же их уничтожают. Норманы Утрата самобытности Англия была на грани краха. Когда единственный наследник Генриха I утонул в море, страна столкнулась с извечной проблемой преемственности. Единственным наследником была дочь Генриха, Матильда. Но Англия никогда не управляла королева. Трон был захвачен ее кузеном Стефаном, внуком завоевателя. Страна погрузилась в хаос гражданской войны между теми, кто поддерживал право Матильда на трон, и теми, кто отказывался видеть своим правителем женщину. У этой войны были трагические последствия. По всей Англии войска изымали продовольствие у крестьян и беспощадно расправлялись с врагами. Неизвестно, сколько человек погибло в этой гражданской войне, охватившей всю страну целиком. В каждом герцогстве поля были усеяны телами погибших. В первую очередь погибало малоимущее население. Вслед за войной в Англию пришли голод и чума. Англосаксонские хроники пишут о том, что зачастую невозможно было найти деревню, где остался хотя бы один живой человек. Страна лежала в руинах, и все говорили, что Господь покинул нас. Англии был нужен сильный король. И вскоре он появился на сцене. Генрих I, не имея другого выбора, отдал руку своей дочери герцогу Анжуйскому, известному как Плантагенет, прозванный так за веточку ракитника Плантагенеста в своей шляпе. Женитьба на Матильде позволяла претендовать на английскую корону. В результате этого союза на свет появился Генрих, которому предстояло стать величайшим правителем Англии. В возрасте 17 лет отец наделил его титулом герцога Нормандии. Годом позже его отец умер, и Генрих получил также титул герцога Анжуйского, и унаследовал Британь, завоеванную недавно. Теперь ему была нужна жена, и при том весьма богатая. Его внимание привлекла Элеонора Аквитанская. Она была не только властной правительницей, но и грациозной темноглазой красавицей. О ней говорила вся Франция, а ее сексуальные похождения были источником бесконечных слухов. Хотя она была на 11 лет старше Генриха, это его ничуть не смущало. Но он не мог ее заполучить, пока не мог. Элеонора уже была замужем, причем за самим королем Франции. Но ему скорее подходила роль монаха, чем роль мужа одной из самых знаменитых красавиц Европы. Перемены начались, когда сам папа приказал королю лечь в постель со своей женой. В то время как многие мужчины только и мечтали об этом. Но это было лишь первое из событий, изменивших жизнь Элеоноры. Вскоре ей пришлось сопровождать своего мужа в крестовом походе на святую землю. Она была вполне религиозна, но в походе ее больше привлекали стройные, сильные нормандские рыцари. По крайней мере, так принято считать. Однако военная жизнь была чужда Элеоноре и стало очевидным, что ее союзу с королем приходит конец. После развода она быстро забыла Францию ради возможности стать в будущем королевой Англии. Сегодня она покоится рядом со своим мужем. Брак с ней был выгоден Генриху. По своему богатству, числу подданных и величию своего двора, Генрих намного превзошел короля Франции. И короля Франции такой поворот событий абсолютно не устраивал. Во-первых, Элеонора была его бывшей женой, а во-вторых, она досталась гораздо более молодому Генриху. Что может больше расстроить мужчину, чем успехи человека, который взял себе в жену и его бывшую королеву? При этом Генрих не забывал, что его мать была лишена короны. Генрих строил планы по завладению английским престолом. Бездетный пожилой король Стефан имел лишь одно желание – умереть, сидя на троне. Генриху не пришлось долго ждать. Через год Стефан умер. 19 декабря 1154 года в Вестминстерском аббатстве Генрих и Элеонора были объявлены королем и королевой Англии. Владения, которыми им предстояло править, растянулись от границ Шотландии до Пиреней. По сравнению с ними, владения короля Франции казались ничтожными. Возникает вопрос, оставался ли Генрих норманом. Большую часть времени Генрих проводил в Нормандии, ведь она находилась почти посередине между Англией и Аквитанией. Полагаю, он чувствовал себя норманом, точнее, нормандцем. Он унаследовал историю своих предков, став герцогом Нормандии. Он тщательно следил за их могилами. Да, полагаю, он ощущал себя нормандцем. Имея тесную связь с Францией, Генрих переделал свой двор на французский манер. Благородное сословие стало пить вино, а не дешевое пиво. За этим столом он вкушал французскую еду, приготовляемую по французским рецептам и подаваемую на французский манер. Французская знать, переехавшая в Англию, с пренебрежением изменяла культуру Англии, и наиболее заметно это проявилось в гастрономии. Французы наступали со всех направлений, и они подчинили себе даже еду англичан. В английском языке было слово «свинья», их разводили англичане. Французы называли их ветчиной, и они ее ели. То же самое произошло со словом «корова». Французы называли животное говядиной. Английских ягнят французы называли вараниной, и есть еще масса других примеров. Все это является ярким примером того, что англичане подчинялись, а французы повелевали. Французы также обожали проводить помпезные рыцарские турниры. Наступила эпоха рыцарей, и все, что было связано с культурой французской аристократии, старательно и планомерно насаждалось в Англии. История Англии претерпевала необратимые изменения. Этого нельзя было избежать. На этот раз были перекроены мифы о знаменитых кельтах. Кельтский воин и его последователи из темных веков получили новый нормандский образ. Начался новый век Артура. Однако возникли затруднения. Кельтский Артур не был забыт. По легенде, он спал, и, проснувшись, должен был освободить свой народ от захватчиков. Теперь этими захватчиками стали сами норманны, и им пришлось выдумывать новые мифы, способные присвоить себе славу былых лет, превратить кельтских воинов в нормандских рыцарей. Генри должен был стать новым Артуром, но для этого пришлось захоронить старого. По счастливой случайности или по политической закономерности монахи монастыря Гластенберри нашли останки великого Артура. Теперь он умер по-настоящему. Если землю создавал Бог, то нации были созданы людьми. Уэльс был государством задолго до завоевания, но ему всегда угрожала опасность. Опасность приходила извне, равно как и изнутри. Король Хьюэлл Добрый почти добился успеха в сплочении нации. Проблема была в отсутствии в Уэльсе центральной непрерывной династии королей. Объединяло валийцев лишь одно – религия. Святой Давид всеми признавался главным покровителем страны. Этот кафедральный собор был центром духовной жизни Уэльса, но он находился под управлением Кентерберри. Ивалийские князья также знали свое место. Если бы король Англии отправился в поход на Уэльс, нет никаких сомнений в том, что рано или поздно короли Уэльса подчинились бы ему. Признали его верховенство и воздали ему почести. Они поступали так при англосаксонских королях. У них не было причин вести себя по-другому. Нормана заявили об этом весьма убедительно. В 1081 году Вильгельм-завоеватель прошел по Южному Уэльсу, совершая паломничество, которое имело политическую цель. Мы не знаем всех подробностей, но, очевидно, ему как-то удалось договориться с местным правителем, человеком, которого звали Рис Аптюдор, который согласился платить Вильгельму ежегодную подать в знак своей преданности. Иной раз дань выплачивалась домашним скотом, иной раз золотом. Это составляло около 40 фунтов в год. И подобная покорность, этот своеобразный вид ожидаемого подчинения был именно тем, чего все английские короли ожидали от правителей Уэльса. И все принцы и все принцессы Уэльса должны были плясать под дудку английского короля. Но нормандским рыцарям этого было недостаточно. Вскоре после битвы под Гастингсом они занялись Уэльсом. Эти рыцари были по сути наемниками из провинциальных семей, которые не принимали непосредственного участия в завоевании Англии. Но для всех они оставались норманами. Жадные до новых земель, особенно земель благоустроенных, они знали, как им добиться своих целей. Надо держать людей в страхе. Норманы часто выступали в роли божьих мстителей. Они сражались с неверными, карали тех, кто посмел нарушить данную им клятву верности. Как-никак, они были правой рукой самого Папы. Они также выступали в роли архетипа великих героев. Они были сильны, ужасны и сеяли вокруг себя смерть. Они вообще находились вне закона, как это и подобает всем великим героям. Джеймс Бонд или любой другой персонаж, разумеется, всегда сражался на стороне добра, но он находился вне закона, который всегда ограничивал простых людей. И норманы наслаждались этим положением, проявляя невиданную злобу и жестокость. Хроники описывают их как прославленных воителей, и такими же прославленными воителями их видел весь окружающий мир. Их слава заключалась в том, что они находились у власти. Они были людьми, которых никто и ничто не может остановить. Даже собственные хроники описывали их как людей, которых надо остерегаться. Действия и поступки норманов всегда надо было тщательно осмысливать. Поверьте, норманы это не те люди, которых вам захотелось бы встретить в темную ночь в глухом переулке. Да и при свете дня встречи с ними на валийской границе не сулило ничего хорошего. С такой военной силой не сталкивался еще ни один житель Уэльса. Их оружие было самым совершенным в тот период. Наемники всегда действовали от имени того или иного барона. Но по сути они были просто сборищем бандитов, творящих произвол. Тяжелая кавалерия и бронированная пехота норманов безжалостно уничтожала жителей Уэльса, которые посмели им сопротивляться. ничто не мешало им разорять страну. Территориальная экспансия имела для норманов своеобразный смысл. Видя возможность захватить новую землю, они не задавались вопросом, нужна им эта земля или нет. Они захватывали ее, если была возможность ее удержать. И они продвигались повсюду. В Сицилии, в Южной Италии, в Шотландии, в Уэльсе, в Ирландии, в Англии. И при этом были весьма последовательны. Это было способом обогащения, и они без колебаний добавляли новые земли к своей обширной империи. Теперь в состав империи вошла и значительная часть Уэльса. Безнадежно отставшие в военном отношении в Алийце не смогли абсолютно ничего противопоставить нормандским завоевателям. Норманы возвели насыпи и оборонительные сооружения, постепенно превращая их в неприступные каменные крепости. Отличным примером этому служит замок Чипстоу на юго-востоке страны. После стремительного захвата страны стало необходимым закрепиться в ней. Таково было условие военного времени. Никто не должен был сомневаться, что этой страной владеют норманы. На валийской границе они должны были проявить силу. И они сделали это. В тот момент культуру и образ жизни валийцев этого региона нельзя было назвать чисто английским. Но и от древних кельтов здесь осталось очень мало. На этой земле сошлись люди разных культур. Восточная граница Уэльса превратилась в страну, где английские местные элементы тесно переплелись. В подобном состоянии валийская граница находится и в настоящее время. За ней располагался собственно Уэльс, которому удалось сначала частично вернуть свою былую независимость, но постепенно ситуация менялась, а в 1284 году Уэльс навсегда прекратил свое независимое существование. Величественные замки, возведенные англичанами, стали центрами, вокруг которых процветало все английское и погибало все лалийское. Сегодня они являются символами покорения этой нации. люди, которые объединяются в народы. Эти народы и уничтожают. Но валийцы не уничтожали Уэльс, и они все еще ощущают себя единой нацией. Главным возможным разрушителем Уэльса стал франкоговорящий король Англии Эдуард I. Еще более он известен своим покорением Шотландии. Средневековая Шотландия была этнически разобщенным государством. Внутри ее постоянно меняющихся границ жили пикты, гаэлы, бриты, скандинавы и англосаксы. Но всех их объединил в нацию общепризнанный монарх. Сегодня Эдинбург столица и административный центр Шотландии. Так было не всегда. Этот статус город получил лишь в 15 веке. Попытки восстановить былое предпринимаются сегодня на стенах замка. Мифы о героическом прошлом тщательно сохранены шотландцами. Внутри замка многое напоминает о прошедших временах. Длинный список шотландских правителей с гордостью возглавляет Кеннет Макальпин. Является общепризнанным тот факт, что в 9 веке он дал начало родословной линии шотландских королей. В этом отношении у шотландцев было то, чего не хватало Уэльсу, королевской династии. Шотландская королевская династия родилась в Сконе, а влияние короля в стране постепенно увеличивалось. Насколько силен был король в Шотландии во времена норманов? Я уверен, что если бы мы спросили об этом шотландского короля, он ответил бы «Я вхожу в королевский клуб Европы». Однако, если мы посмотрим на ком женились шотландские короли, то станет очевидным, что они сначала не могли равняться ни с английскими, ни с германскими, ни с французскими королями. Лишь в 13 веке, впервые за всю историю, король Шотландии взял себе в жены законную дочь другого короля. До этого, если вы помните, короли Шотландии предпочитали жениться на девушках из аристократических семей. А если они и принадлежали королевским домам, то всегда были внебрачными отпрысками. Норманны захватили Уэльс. Шотландцы пригласили их. Хорошо известный король Макбет, первый, кто поступил подобным образом, в реальности сильно отличался от того человека, которого описывает Уильям Шекспир. Представители королевского дома Шотландии хорошо понимали, что для того, чтобы избежать окончательного падения, необходимо было установить прочные связи с югом. Поэтому на территории Шотландии стали появляться римские религиозные институты. Мел Роуз был первым цистерианским монастырем Шотландии. За ним появились и другие. К ужасу местного духовенства религиозная практика католической церкви имела успех, включая обет безбрачия. Тем не менее, несмотря на все их усилия, королевский дом Шотландии оставался в тени английского дома. Король Англии был твердо уверен в своем верховенстве на этой земле. И в решающий момент он потребовал верховной власти над Шотландией, не считаясь существующим шотландским королем. Чтобы лишний раз напомнить шотландскому королю о том, кто в действительности хозяин, и помешать шотландцам поднять престиж своего государства, он всячески мешал при внесении в церемонию инаугурации двух обрядов. Первым было помазание священным маслом, которое фактически приравнивало короля к священнослужителю, вторым церемония коронации. Это могло, безусловно, поднять престиж шотландской монархии, но для проведения этих церемоний требовалось получить специальное разрешение папы, а король Англии всякий раз чинил препятствия для получения этого разрешения. Но Англии этого было недостаточно. Корона по-прежнему принадлежала шотландцам, и шотландскому королю предстояло сразиться за нее с Эдуардом Первым и его сыновьями. Теперь он стал легендой, его история стала национальной легендой. Его полное имя Роберт Восьмой де Брюс. Он был восьмым потомком барона, который в 1066 году поддержал Вильгельма Завоевателя. Ирландия – третья кельтская нация, испытавшая на себе гнет норманов. До них Ирландию никто не завоевывал, не считая религии святого Патрика. Корни политической системы Ирландии уходили в доисторические времена. Короля избирали на холме Тары. Здесь существовала четкая преемственность королевской власти. Религия всегда играла значительную роль в ирландской политике. Так случилось и на этот раз. Здесь, на алтаре Святого Петра в Риме находятся останки самого апостола и на нем было положено основание церкви. Здесь же находится могила единственного английского папы Адриана IV. Всецело, зависящий от норманов, он уже подарил Вильгельму суверенитет в Южной Италии и королевство Сицилии. Теперь он преподнес норманам дар на севере, наделив Генриха II правом включить Ирландию в состав своего королевства. Но это было не просто желание сделать приятное влиятельным союзникам. Адриан был известным реформатором и ему не нравилось положение вещей в ирландской церкви. «Эти ирландцы не люди, они просто дикие звери», говорил он. Социально-общественный строй и церковная система Ирландии приводили Адриана в священный ужас. И Генриху II предстояло их изменить. Генриху понадобилось 15 лет, чтобы исполнить замысел папы. Все началось в области Лейнстер, где местные жители хотели избавиться от тиранического правления короля Дермата Макморроу. А он надеялся, что Генрих II поможет ему укрепить его власть. Тем временем на противоположном берегу моря в замке Пембрук строил свои планы еще один захватчик, нормандский барон, известный под именем Стронгбоу. Вся поддержка, которую Дермот получил от Генриха, сводилась к нескольким письмам, в которых говорилось, что король не возражает против любых действий Дермота. Одно из писем попало в Пембрук, и в нем барон Стронгбоу увидел свой шанс. Состоялась сделка, Стронгбоу и его рыцари помогают Дермоту восстановить королевство, а он отдает ему в жены свою дочь, сын которой станет наследником этого королевства. С помощью хорошо обученных рыцарей Стронгбоу шотландцы одержали убедительную победу в сражении. Ирландия, как пишут историки, в тот день погибла. Дермот выполнил свою часть сделки, и свадьба Стронгбоу с его дочерью состоялась прямо на поле боя. Однако ирландские междоусобицы мало значили для Генриха по сравнению с непокорным архиепископом Кентерберийским. Генрих лично назначил своего канцлера Томаса Беккета на должность архиепископа. Теперь он стал его головной болью. Что же произошло? Беккет был весьма загадочной личностью, склонной к плетению политических интриг. Я не могу с уверенностью сказать, что заставило его начать двойную игру. Он был человеком, стремившимся выполнить любое дело на пределе своих возможностей. при этом он не был религиозным фанатиком. Когда он стал архиепископом, эта черта его характера проявилась наиболее ярко. Он не был простым монахом, как предыдущий архиепископ Кентерберийский. У него были влиятельные противники, некоторые из которых считали его неисправимым глупцом. В самом начале вступления в должность он был вынужден дважды распускать совет епископов. И я считаю, что его желание совершенства не позволило ему найти компромисс с Генрихом Вторым. Борьба Генриха с Бекетом подогревалась их обоюдным стремлением управлять английской церковью. Точно неизвестно, когда Генрих Второй произнес печально известные слова «Пусть кто-нибудь избавит меня от этого беспокойного священника». Возможно, он произнес это в переносном смысле, но его поняли буквально. И Бекет хорошо это понимал. Его убийцы не заставили себя долго ждать. Первым ударом ему рассекли голову. Второй удар был настолько силен, что меч, ударившись о каменный пол, разломился надвое. Чтобы наверняка завершить дело, третий убийца расколол ему череп и разбросал его мозги по всей церкви. Бекет стал святым мучеником. А что же Генрих? Я считаю, это было сделано для того, чтобы испугать Генриха. Он не знал, как ему поступить. Ему было очевидно, что король Франции, папа и все остальные были в ярости от происшедшего. И как только он осознал исходящую от них опасность, он бежал, отправился в Ирландию. Это было первое посещение Ирландии английским королем. Зная об успехах Стронгбоу, он привел с собой огромную армию. Сражение не состоялось. Ирландский король и епископ подчинились без боя. Остров быстро покрылся нормандскими замками, хотя ирландские историки не питали никаких иллюзий, они называли их английскими. Что касается Стронгбоу, то он знал, на чью сторону встать, и поэтому без колебаний принял управление Лэнстером, как вассал короля Англии. Здесь он был похоронен, здесь он покоится в полном облачении нормандского рыцаря, человек, впервые вторгшийся в Ирландию. Остальные земли были распределены между рыцарями Генриха. Вокруг возведенных ими замков возникли поселения, которые населили как местные жители, так и чужеземцы. Вслед за ними пришла и новая религия, и если бы Адриан был жив, он бы просиял от счастья, увидев, с какой скоростью римские монастыри появляются на ирландской земле. Незатронутые коррупцией и мирскими интересами монахи строили монастыри. Они осваивали новые земли, осушали болота, вырубали леса. Вскоре в Ирландии, а затем и в Британии, монастыри стали центрами экономического процветания. Таково было веление времени. Ирландия сильно изменилась, но это мало что значило для Генриха. Мне кажется, судьба Уэльса, Ирландии, Шотландии его почти не интересовала. Он считал их дикими землями, население которых жило по примитивным законам и доставляло ему одни неприятности. Он искренне был убежден, что освоение и управление этими землями было лишь пустой тратой времени и сил. Тем не менее, было еще много желающих пересечь Ирландское море и испытать свою удачу на новой земле. Для ирландцев эти захватчики, несмотря на нормандские имена и титулы, несмотря на французский язык, оставались англичанами. Это было английское завоевание. Наиболее интересным является тот факт, что англичане, обосновавшиеся в Уэльсе и Ирландии, но не в Шотландии, сохранили все традиции и уклады своей родины. Они так и не слились с местным населением. Они рьяно охраняли свою национальную принадлежность, вводили английские законы, старались сохранить свой родной английский язык, налоговую систему. Они называли себя англичанами, и это раз и навсегда провело устойчивую границу между ними и ирландцами. Вскоре эта земля стала подвластна англичанам. Из-за этого страна как бы разделилась на две части. Англичане не хотели становиться ирландцами, но многие ирландцы стремились стать англичанами. Ирландской независимости пришел конец. Больше о ней никто никогда не слышал. Никто иной, как сама королева Виктория, много веков спустя отправила французскому префекту письмо касающееся аббатства фон Тевро. Она требовала, чтобы все тела из одного из фамильных склепов аббатства были перезахоронены в Лондоне. Префект долго думал и в итоге отклонил ее требования. Он полагал, что они были французскими гражданами, которые вернулись на свою родину после долгого отсутствия. Одним из них был король Англии Генрих II, создавший Британскую империю. С ним была его королева Элеонора. Она родила ему пятерых наследников. Из них выжило только двое. Одним из них был выдающийся рыцарь средневековья Ричард Львиное сердце. Другой был любимчиком отца, которому он подарил Ирландию и звали его Джон. Первые двадцать лет совместной жизни Генрих и Элеонора вместе делили постель и управление страной. Затем она потеряла и то, и другое. Ее муж взял себя наложницу, потеряв к жене всякий интерес. Она не смогла смириться с этим. Она не могла принять новые условия жизни. Ее красота прошла, но ее ум был по-прежнему остр. И она стала строить свои планы мести Генриху. Слабостью Генриха были его сыновья. Их отец, говорила она им, лишает их законных прав на трон, уменьшает их величие. В 1189 году любимец Элеонора Ричард поднял восстание. Он объявил войну своему отцу, выиграл ее и вынудил Генриха заключить с ним мир. Через два дня Генрих умер от разрыва сердца. Ричард получил свободу выбора и через несколько дней после коронации отправился в крестовый поход на святую землю. В отсутствие Ричарда власть в стране захватил его брат Джон. Когда Ричард возвращался домой, Джон объявил Ричарда погибшим, а себя королем. расходы на военный поход Ричарда разорили Англию. Домой Ричард попал лишь через два года. Два года, которые он провел в плену к отчаянию его матери. Обосновавшись в своем замке на Сене, Ричард сосредоточился на управлении Нормандии. Он редко появлялся в Англии, которая отвергла его. Выкуп, назначенный за голову Ричарда, был огромен. Элеонора старалась всеми силами найти возможность уплатить его. Это обошлось Англии в 24 тонны золота. Страна была на грани банкротства, а безрассудная вылазка во Францию стоила ему жизни. Он был ранен стрелой в шею, у него возникла гангрена. Его сердце было извлечено из тела и захоронено в Руаннском соборе. Руанский кафедральный собор стал его вечным домом, хотя он родился в Лондоне. Захоронение отдельных частей тела было весьма популярно, так что здесь действительно покоится только сердце Ричарда рядом с портретом его королевы. Его тело находится в аббатстве Фонтевро, рядом с телами их родителей. Странно, что его так почитают в Англии, стране, которую он всегда рассматривал лишь как источник своего дохода. Его брат Джон стал наконец законным королем. Ему противостоял один из самых могущественных французских королей Филипп Август. Наступали тревожные времена для Англии. Постоянный рост влияния могущества английских королей, начиная с 1066 года, вызывал опасения и недовольство французской знати. Теперь у них был шанс взять реванш. Их церкви были реальным напоминанием о божественном праве французских королей на власть. Начинался новый этап в истории Франции. Английский король имел обширные земельные владения во Франции, но его сюзереном считался французский король. Сюзереном по священному праву. Как всегда необходимо было слегка перекроить историю, и династия Капитингов нашла предков, связывающих напрямую с последними правителями Каролинкской империи. Если народ готов поверить во что угодно, он начинает в это верить. Стратегия Филиппа начала давать свои плоды. Население Франции полагало, что их король наделен священным правом управлять своей страной, и право это получено от самого Господа Бога. А Джон, имея теперь законное право на английское королевство, был отвратительным политиком. У него был редкий дар наживать себе врагов. Он сделал своим врагом даже папу. Его собственные бароны по обе стороны Ла-Манша не доверяли ему. ему не доверяла даже родная мать. Противостояние между ним и Филиппом закончилось войной. Армии двух государств столкнулись на территории Северной Франции. Для Англии 1214 год не имел ничего общего с 1066. Для Франции это была Великая Национальная Победа. В итоге Англия потеряла Анжу, Мен, Турень, Британь и Нормандия. Это сражение имело огромное значение как для Англии, так и для Франции. Когда эти земли были захвачены королем Франции и добавлены к его владениям, пришлось сделать выбор, нельзя было больше иметь земли и в Нормандии, и в Англии. До настоящего времени это не являлось проблемой и не вызывало никаких разногласий, потому, что человек, который был королем Англии, являлся в то же время герцогом Нормандии, но сейчас герцогом Нормандии стал французский король, и ему пришлось сделать выбор, удерживать за собой нормандские земли и в этом случае распрощаться с английскими владениями, либо наоборот. Это стало поворотным моментом в формировании английского самосознания. Как отдельная страна, Англия была частью огромной феодальной империи, нормандской или анжуйской, но теперь король жил в Англии, его аристократия теперь тоже обосновалась в Англии, наступило самое время заняться делами острова, люди, которые гордились тем, что они являются нормандцами, а не англичанами, теперь стали англичанами, и им пришлось с этим смириться, им пришлось пересматривать свою национальную и географическую принадлежность. Англия к 13 веку стала страной, не принимающей иностранцев. Всегда находясь под нормандским правлением, являясь частью многонациональной Европы, она стала изолированным островным государством. И в таком состоянии она сохранилась по сей день. Пролив стал границей, за которой обитают одни иностранцы. Поражение за границей обернулось для Джона восстанием на родине. во времена своего правления он относился к своим баронам с презрением, которого они не заслуживали. Сокрушительное поражение во Франции дало им повод заставить его прислушаться к их требованиям. Эти требования были отражены в самом известном документе Средневековья. Великая Хартия Вольностей. Она стала предвестником будущей Конституции. Все 63 пункта Хартии являются выражением жалоб баронов. Запрещалось проводить суды без свидетелей. Запрещалось проводить аресты свободных граждан без доказательства их вины. И главное, теперь король тоже должен был подчиняться закону. Великая Хартия Вольности обозначила конец целой эпохи. Эпохи, которая началась в новом тысячелетии с относительного мира в Европе и продолжилась набегами язычников с севера и варваров с востока. Христианская церковь, являвшаяся центром коррупции распутства, медленно подвергалась изменениям. Совершенствовалось земледелие, возделывались новые земли, росла численность населения, развивались денежно-экономические отношения. История норманов была тесно переплетена с историей новой Европы. Поразительной историей, воплощенной в величественных монументах. и память о них жива. Судьба многих монастырей оказалась плачевной, но они до сих пор напоминают нам о славном прошлом. когда-то они были центрами духовной жизни Европы, единственными образовательными учреждениями, экономическими и административными центрами. Другие руины напоминают о войне, о захваченных землях, о потере национальной независимости, о потоках крови. Норманы оставили глубокий след в истории европейского континента. Успех норманов по времени совпадает с моментом, когда начался так называемый расцвет Европы. Европа перестает быть маленьким, беззащитным окруженным со всех сторон континентом, считающим себя обреченным. Новая Европа набирает силу. Подтверждением этого подъема могут служить и крестовые походы, и завоевание норманов, и экономическое развитие, и рост численности населения. Европейцы поверили в свои силы, и это стало нормой. На определенном уровне европейцы стали считать себя носителями мировых стандартов, и завоевания норманов не являются простым совпадением во времени с началом интенсивного развития Европы. Завоевание норманов и развитие Европы процессы тесно взаимосвязанные. В Устовском соборе похоронено тело короля. Это печально известный король Джон, единственный король после 1066 года, который родился и умер в Англии. Он умер во всех смыслах английским королем. Только в 1801 году англичане отказались от своих притязаний на французский трон. Потомки Джона первыми из норманов стали по-настоящему английскими королями. Норманы наконец ушли в прошлое британских островов. На русский язык фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова